здрасте друзья всех приветствую сегодня 15 мая хочу выдвинуться в одно интересное место музей на трассе сильверстоун все знаем гоночную трассу легендарную сильверстоун ну вот когда ехал в ковентри в музее по дороге проезжал и подумал что обязательно надо заскочить туда выехал сейчас не скажу что прям раннее утро полдесятого по навигации показывает что ехать часа два но это из-за того что сейчас много ремонтов и немножко трафика есть хотя уже принципе на кольцевой ладно ну что два часа и посмотрим что нас ждет ой друзья думал я буду два часа ехать уже 2 45 как я еду и еще не доехал мне еще 10 минут пишут навигации почему потому что везде пробки это какой-то кошмар тащимся ладно на кольцевой я про них знал но тут прямо на подъезде к сильверстоуну та же беда прям просто я не знаю какой-то должен быть шикарный музей я уже сожалею что так долго еду мне уже просто честно нервы сдают потому что вместо запланированных я вечером вообще вчера смотрел мне показывал час сорок пять я думал ну нормально около двух часов там туда-сюда ну вот уже два сорок пять еду хорошо 15 минут я потратил на на перекус туалет остановился на все равно как-то очень много вообще много сейчас ремонтных работ конечно самый пик это май месяц когда их делают здесь в британии это как бы я уже знал про это много есть ограничения скорости напрягает напрягает ладно будем надеяться что музей это все дело оправдает так что погнали подъезжаем друзья я добрался наконец-то два часа 45 минут и я на месте слушайте это значит что тут какие-то сессии проходят до великолепно настроение мое стало подниматься да я ехал пока сюда времени было много подумать и вспоминать вспоминать как я пацаном играл на компьютере в автосимуляторы и конечно же там присутствовала трасса сильверстоун я помню типа дтм или в тсс гонки там гонялся очень хорошо помню эту трассу до когда я был не было ли 12 13 подумать не мог что я когда-нибудь посещу гоночную трассу сильверстоун и музей ну вот сегодня 15 мая выбрал этот день так что пошли посмотрим да кстати билет я уже купил онлайн 22 фунта 22.50 по моему мне вышел и 245 сюда доехать ну друзья я предполагал что конечно же нему не может наверно такого не быть чтобы посещая музей нельзя было взглянуть и на саму трассу только что мне сказали что я могу пройти посмотреть и я не могу отказать себе в таком удовольствии и сейчас я поднимусь вот на этот на эту возвышенности посмотрю вот а еще сказала что можно можно проходить ладно сейчас сверху посмотрим реально какая-то сессия идет может быть тренировочная не знаю я забыл спросить может быть на выходе спрошу так идем посмотрим кажется стоило сюда ехать 245 явно какая-то формула а как это круто обалдеть так есть еще можно еще в другое место пойти сейчас пойду с другой локации посмотрю друзья не могу поверить до сих пор я нахожусь сильверстоуне на гоночной трассе я еще пацаном здесь гонял вообще просто фантастика до обалдеть как это круто вот тут они вот тут прямичок хороший они тут сбрасывают летят хорошо какая-то формула 3 наверно и с погодкой повезло ехал прям были даже облака такие серо все слушайте как это круто я вам даже не показал вход холл но ничего страшного вернусь все равно нормально он тут летит с даааа дамы о-о-о-о-о, дядя, что творишь? о-о-о, вот тут они второй тоже такой как шустро этот валят да, они тут скидывают слушайте, у меня варашки по коже, я обалдею надо какие-то тренировочные заезды, скорее всего ну явно же не какой-то чемпионат, ничего зрителей нету да, я бы не мог, наверное, попасть так просто на какой-то чемпионат так, ну посмотрим еще один они по второму разу, по кругу идут же тормози, тормози хорошо ладно, я может попозже еще приду сюда пойду погуляю, посмотрю сам музей я смотрю здание музея, такое немаленькое видимо есть что-то знаю, что там есть симулятор гоночный но его тоже можно было купить отдельно он не входит в стоимость билета но я не брал обалденно ладно, друзья, идем смотреть музей, знакомиться с экспонатами ну что, смолкли моторы и я иду смотреть сам музей легендарное место, конечно это потрясает ох так пойдем окунемся в историю посмотрим на экспонаты которые здесь представлены ознакомимся с ними и получим порцию своего счастья и удовольствия погнали так выглядит вход и здесь, конечно же болит Петронос а еще понравилась сразу же с входу доска почета, друзья несколько автомобилей и вот такая доска почета которая просто на несколько ох на 20 метров, наверное все легендарные личности Джим Кларк Стирлинг Мосс Алан Прост Валентина Росси Джеки Стюарт с автобиографией Круто Так Пошли смотреть экспозицию Здесь у нас мерчи всякие Так вот выглядит ресепшн и экспозиция начинается вот отсюда Пошли посмотрим Мое любимое дурацкое чувство когда хочется снимать все все и много Слушайте, я до сих пор не могу поверить что нахожусь в Сильверстоуне Я так часто проезжал по М1 и видел эту трассу ну, видел указательную эту трассу и мне все подмывало надо как-то сюда попасть надо как-то съездить и вот я тут шикарно вот сюда можно заходить смотреть тоже за стеклом трассу видно друзья я просто в восторге здесь идет отчет сейчас начнется фильм и я, друзья здесь один в этом коридоре посмотрите какая шикарная шикарная локация я поговорил только что с милым дедушкой который который здесь работает и он меня вот направил сюда до этого мы подошли к тому окну вы только что видели его и сказал что еще будет Porsche GT3 сессия сегодня то есть можно будет поснимать ее так идет отсчет и сейчас начнется четырехминутный фильм давайте его вместе посмотрим это будет нечто я уверен как же круто и я один друзья надо по следам всегда ездить как здорово все оформлено как необычно что так ну ну как и 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 Продолжение следует... 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 Я так понимаю Это бомба побросать Ой Что-то я не понимаю Как это работает Пропустил Ладно Пошли дальше О Смотрите Да ладно Да ладно Я сейчас приколюсь Вот это да А куда попадать Еще-то я ничего не вижу Что-то время А где все Ничего не понимаю Какой-то там дирижабль Да дурят нашего брата Не работает ваша Мемориальный уголок Вот смотрите Просто Казалось бы Ну могли вообще это не делать Да То есть Ну Дань памяти И пожалуйста И целое Целое Тут полэтажа Посвященному Вот этому А вон там Еще играют Во что-то Дедушка сидит Ладно Я же сюда Не в самолетике Рубиться пришел Так Здесь сказано Что Аэродром был построен В 1943 Году В 1948 Уже Тренировочная трасса Вот гоночные трассы На то время На какой-то Донингтон парк Кристал пэлэс Бруклендс Бруклендс Мы были У меня есть Фильм на моем канале Я там был Отличная трасса была Вот она Кстати Вот это Вот интересное Мне понравилось Панно Здесь Говорится о человеке Который Джимми Браун Который Был Менеджером Гоночного трека И Здесь еще Говорится о том Что Можно сказать Он был Гоночный трек В Сильверстоуне Стал Наследником Гоночного трека Бруклендс Последний гран-при В котором Прошел В 1900 Международный гран-при Прошел В 1927 году А в 1948 году Прошли первые гонки На трассе В Сильверстоуне Вот про этого человека Сказано Что он Пришел сюда В 1948 году У него был Трехмесячный Контракт И Он проработал Здесь 40 лет Вот так вот Прожил Можно сказать Жизнь На этом треке Человек Так Ну я уже вижу Первые экспонаты А еще здесь Тоже интерактивная Игра Типа Построй свой 500 кубовый Гоночный Автомобиль Протестируй На гоночной Трассе Не Друзья Некогда Мне Ну конечно В том виде В котором Мы видим Гоночный Трек Сегодня В наши Дни Он естественно Не был В 1948 году Вот Его Переделывали Перестраивали Ох Друзья Смотрите Как Классно На табличке Написано Я Очень Дорогой Ценный Я Очень Ценный Сейчас Вам скажу Что это Это Купер Марк 2 48 Года 500 Кубовая Формула 3 48 Год Штампованный Такой Слушайте А тут Раз Они так и Не открыли Скалек Стрикс Чтобы погоняться Я бы Прикололся Позапускал Модельку Масштабную Можно послушать Как кто-то Комментирует Гонку Гран-при 48 Года Смотрите Остались Даже За стеклом Эти Лифлеты Программки С того С 2 Октября 48 Года То что Проходило Здесь Международный Гран-при 48 Года 2 В октября Смотрите Какая красота О Можно Присесть Даже Знаете Я наверное Не откажу Все В удовольствии Присяду За руль Просто Побалдею Чтоб Меня Кто-то Сфоткал Да Это Здорово Так Друзья Открыли Короче Эту Трассу Я только что Прокатился Вот так Вот Это все Дело Выглядит Смотрите Как шикарно Сделан Этот трек Мы только что Погоняли С человеком Который Здесь Ну С работником Скажем так Видите Народу Совсем Нет Если бы Я был С кем-то То есть Можно Было 2-3 Человека 4 Погоняться Я даже Пару Кругов У него Выиграл Вот так Посмотрите Как роскошно Выглядит Вся Детализация Проработка Вот этих мест Очень круто Очень здорово Слушайте Я даже Не удержался Тут можно Донат Сделать Сделал Маленький Донат Наставил Там 2 Фунта Ну Потому Что Это Для Меня Очень Круто Прям Вот Посмотрите Детальки Все Все В таком Масштабе Очень Крутая Трасса Вот На таких Действительно Интересно Играть Масштабе Я сейчас Здесь Таким Ребенком В этот Момент Очень Круто Классно Все Проработано Здорово Спасибо Сильверстоуну За эти Эмоции Да Потрясающие Эмоции Я Уже Спустился На Первый Этаж Выхожу В этот Зал Где Расположены Гоночные Автомобили Где Рассказывается Про Историю Про Про Все Понемногу Вау Какие Машинки Ух ты Костин На Там Сейчас Сейчас Мне тут Глаза Разбежались Много Интерактива Видите То есть Подходишь Мониторы Тебе Все Показывают О Вот Это Дядька Мюрри Уокер У меня Есть Пару Книг Про Формулу Один Да Это Известный Репортер Комментатор И В том числе И писатель Вот У меня Несколько Книжек Его Есть Дома Я Если Честно Не Первый Раз На Гоночном Треке Мне Как-то В жизни Довелось Я Было Время Сколько Лет Получается Десять Назад Да Да Около Десяти Лет Назад Я Был Жил В Испании И Жил В провинции Наварро И Там Был Гоночный Трек Серкуито До Наварро Мы С друзьями Ездили И Я Несколько Раз Гонял Там На Большом Треке На Вот Таком Похожем Мотоцикле Моего друга Был Мотоцикл Специально Подготовленный Для гонок Для Трассы И Я Признаюсь Что На одном Прямичке Единственный Раз В жизни Так быстро Я никогда Не разгонялся 272 Км В час На Спортивном Мотоцикле Honda CBR600 Как сейчас Помню У него Была На Сликовой Резине Вот Был Целый День Мы провели На гоночном Треке Это Конечно И Непередаваемые Эмоции Плюс Я там Отпраздновал Свой день Рождения Это Вообще Было В Квадрате Да Я вам Уже Показываю Он Safety Car Мегуар Какой Красивый Поршик 911 Тоже Гоночный Так что На гоночном Треке Я вот Даже В своей Жизни Поучаствовал В Такой Вот Просто Сессии Не какой-то Чемпионат Ничего Просто Просто Так О А это Что А это Просто Записи С камер Я уже Испугался Думал Сейчас Это В режиме Реального Времени Проходит Не 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 Потому что Дедушка Мне сказал Что Там еще Porsche GT3 Сегодня Тренировочная Сессия И McLaren Он что-то Еще Сказал Вот Посмотрим Может и На выходе Еще раз Удастся Посмотреть На какие-нибудь Гоняющиеся Машины Так Друзья Ну а Тут Тоже Интересные Форд Картина Это Лотус Картина Кстати На таком Джим Кларк Тоже Побеждал Берхам 66 Года Остин Хили Ну тут Разные Чемпионаты Проходили Поэтому Разного Типа И мотоциклы Видите Здесь тоже Присутствуют Поэтому Не только Автомобильные Мотоциклы Гоняются Ну короче Живая Трасса Тут Все О А вот А вот Тут По годам Джон Сертис Знаменательные Даты Стильный Мосс Классно Все Оформлено Сделано В очередной Раз Получаю Удовольствие От посещения Подобных Мест Потому что Так все Оформлено Сделано Смотрите Даже на Потолок Как шикарно Вон Такой Вода Сделан Молодцы Нет Друзья Я вам скажу Это Небольшой Музей Он Такой Вот Довольно Компактный Здесь Наверное Конечно Акцент Больше Не на Музей А на Гоночную Трассу И В общем Все Что с ней Связано Конечно Большой Упор Идет На Исторические Наличности На Гонщиков Которые Здесь Принимали Участие В чемпионатах Гоняли По этой Трассе Да Здесь История Не только Британии Здесь В принципе Мировая История И Так как Это Международная Трасса Она Во многих Чемпионатах Присутствует Разного Типа Разного Я же говорю Я помню Еще Пацаном Когда был Я здесь На автосимуляторе Гонял И Это был Бритиш Туринг Кар Чемпионшип Или Ворлд Туринг Кар Чемпионшип Ну в общем Класс Туринг Вот такого Плана Автомобиля Как Вот тот Ровер Но это Из ранних А я Конечно Там Помню Вольво С40 Было Рено Лагуна В те годы Там 95 6 7 Год Хонда Аккорд Что там Еще Форт Мондео В общем Такие Машины Во Во 90 И вот То что Я вам Говорю Ниссан Премьера Вольво Вольво 850 Универсал Посмотрите Дэвида Кулхарда Формула 1 Вообще Макларен MP4 15 Ну да Но это же не реплика Это настоящая машина О Вон По-моему Валентина Росси Мотоцикл Да Она Сразу Вот у меня Моделька Такая Кстати Есть В 24 Кажется Масштабе Посмотрите Да С его Подписью Апреля R120 РС 125 Валентина Росси Ну вот Друзья Можно даже Смотреть Нельзя так Наверное Делать Но я сейчас Прикасаюсь К истории Круто Но не удержался Ну ладно Что поделать Опять же Экипировка Шлемы Смотрите С принцем Гарри Льюис Хэмильтон Вот Вот тот Самый Шлем Который Он Держит В руках Круто Перчатки Обувь Март 2020 Как раз Ковидное Время Да Так Приходишь В музей И можно Прикоснуться К истории Круто Стены Хорошо Здесь Всеми Вот этими Машинами Фотографиями Разукрашены Украшены Конкретно Можно Позалипать О Ралли Приходят Сильверстол 1997-1998 Год Колин Макрей И Томми Мякини Здесь Сражались Но Наверное Не на Гранд Притрассе Она Тут Есть Еще Поменьше Трек Какой Кайф Так Ну Друзья Какой Автомузей Без Форда Сиерры РС И Я Я Думал Сюда Попасть Но Помню Что Билет Стоил Прям Очень Дорого Я пока Думал На Вот это Мероприятие Я пока Слушайте Мероприятие Короче Формула Вот это Электрическая Формула Надо К ней Тоже Подойти Посмотреть Я Как-то Их Пока Не Очень Воспринимаю Они Они Такие Как Эти Модельки Которые С Колексик С Ни Звука Ничего Не Происходит В Тишине Гоняются Полный А мы С Вами Только Сейчас Были На Гоночном Треке Где Было Слышно Тормоза Это Все Как-то Очень Живо А эти В Тишине Как-то Я Не Понимаю Такие Непонятные Гонки Для Меня Пока Ford V8 Мотор Смотрите Ох Какое Прям По-моему GT40 Это Косворд 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 GFV Да Ладно Возле всех Не буду Останавливаться Но Просто Посмотрим Здесь Столько Мониторов Здесь Столько Всего Рассказывают То есть Это Все Уже Современный Музей Где Просто Нету Нету Другого Выхода Кроме Как Показывать Вам Это Все Видео И Допустим В Брукленд Там Много Людей Живых Которые Вы Идете Мимо Экспонатов И Они Вам Рассказывают Про Эту Про Ту Машину Все Знают Здесь Постойте Послушайте Если Хотите Тоже Все Расскажут Но С Монитора Через Динамик Не Серьезная Экспозиция Я Ничего Не Скажу Очень Интересно Если Все Это Прочитать Конечно Круто Друзья У меня В голове Мысль Вот Такая Все Таки Я Не Знаю Почему Мне Хочется Поскорее Выйти Посмотреть Вдруг Там Еще Какое То Какая Гоночная Сессия Будет Проходить Так Что Я Сейчас Пробегаюсь Еще Быстренько Смотрю Несколько Залов По-моему Еще Какой-то Фильм На выходе И Попробую Если Будет Гоночная Сессия То Конечно Будет Круто Друзья Незаслуженно Обделил Вниманием Вот Этот Автомобиль Это Уильямс FW 18 1996 Года Машина Которой Управлял Дэймон Хилл И Жак Вильнев Здесь Стоит 2.10 Рено И Этот Автомобиль Выиграл Из 16 И 12 Гонок Так Что Я Просто Обязан Был Вам Его Показать Это Все Я Узнал Отсюда Я Небольшой Честно Фанат Формулы 1 Но Здесь Прям Вот Когда Проходишь Мимо Таких Исторических Автомобилей Это Конечно Радует Так Сейчас Я Вам Про Этот Бентли Расскажу Он Номером 22 В общем 1922 Год И Этот Автомобиль Участвовал В гонках Индианаполис 500 Представляете Но Не Выиграл А Занял 13 Место Но Выглядит Роскошно Я Обалдею Какая Красота Каждой Деталью Можно Любоваться Какой Глушитель У него Давайте Еще Раз Вам Покажу Ух Какая Решетка Коробка Переключения Передач Руч Шикарно И Вот Такое Вот У него Зад Так Здесь Сейчас Будет Какое Очередное Кино Пойдем Посмотрим Меня Предупредили Говорят У вас Есть Противопоказания К Качке Или Какими Там Вас Укачивает В машине Я Говорю Не Ну Короче Тогда Смотрите Фильм Так Короче По- 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Хорошее место, интересное Полно историй Так что Явно не пожалеете Всем пока